Приветос Амигос! На днях я сделал видео про Escape Tarkov, в котором сказал, что игра практически не развивается и топчется на месте. И мне даже самому стало интересно, почему, ведь деньги от продаж игры уже какие-то заработанные, я уверен, что они поступают и по сегодняшний день, пусть игра уже не так на слуху, поэтому покупают ее уже не в таких количествах, скорее всего, но тем не менее. Игру делают уже довольно давно, а сетевого режима до сих пор нет. Патчами оптимизируют игру и игровой процесс. Недавно вот ввели АКСУ и анонсировали апгрейд графики, причем на скриншотах графику выкатили такую, что даже как-то в нее и не верится. По заявлению разработчиков в том же посте, в котором прикреплены эти скриншоты в группе Tarkov ВКонтакте, это именно скриншоты из игры. И там же указано, что производительность игры никоим образом не пострадала, более того, еще больше оптимизация впереди. То есть вот так вот просто взяли и улучшили графику как минимум в два, то и в три раза, и это никак не сказалось на производительности? И нифига себе, какие вы кудесники. И, кстати, коли уж это скриншоты из игры, тогда объясните, почему мы смотрим скриншоты, а не видео из этой самой игры. Но в этом видео я хотел рассказать не об этом. Дальнейшая часть видео будет интересна людям, которые просто услышали или увидели про игру Escape from Tarkov и просто купили ее и ждут, либо не купили и ждут. Но, по большому счету, в принципе, не следят за игровой индустрией, не разбираются, кто что там разработал в вишках и так далее. Людям, которые следят за всем этим, ну, для них остальная часть видеосенсации, в принципе, не станет. В общем, сейчас на экране мы видим игру Escape from Tarkov. Тот самый Tarkov, на который мы все надеемся, ждем и верим его. Это запись с альфа-стрима разработчиков. А разработчик, и он же, собственно, издатель, это студия Battlestate Games. А это Contract Wars, бесплатный браузерный 3D-шутер от первого лица 2010 года розлива. Короткое сюжете игры. Действие игры происходит в недалеком будущем, в вымышленном городе Tarkov, где происходит война наемников двух частных военных корпораций под названием Beer Battle Encounter Assault Regiment и USEC United Security. Ничего не напоминает? В принципе, ничего страшного. Да, это браузерный идейный предок Tarkov, выпущенный почему-то другим разработчиком Absolute Soft, а Tarkov напоминает о Battlestate Games. Ну, да, всякое бывает, но развалилась компания на несколько частей, каждый пошел своей дорогой. Ничего. Смотрим дальше. А это уже Hired Ops, новинка игрового мира шутеров. Она сейчас находится в альфа-доступе, ее можно купить в Стиме за 300 рубасов. Итак, Hired Ops это многопользовательский боевик от первого лица, который посвящен противостоянию частных военных организаций. Ну, здесь не написано, что действие происходит в городе Tarkov, но, скорее всего, так оно и есть. Потому что Hired Ops это не что иное, как Contract Wars Standalone. То есть это все тот же Contract Wars, только уже не браузерный, а клиентский. Не бесплатный, а вполне себе платненький. Не дофига ли спрашивается игр про вселенную Tarkov? Игроки Escape from Tarkov уже тоже в курсе. Я даже нашел на форуме тему про игру Hired Ops, которую, кстати, не закрыли, не забанили, но и официального ответа про игру не дали. Правда, этот наивный человек пишет, что, чтобы не было вопросов, напишу сразу. Издатель Absolute Soft и разработчик Absolute Soft это создатели Contract Wars. И они никакого отношения не имеют к Battlestate Games. Просто у игр общая вселенная, ну и сеттинг похож. Вот нифига себе, общая вселенная и сеттинг похож. И при этом разработчики не имеют друг к другу никакого отношения. Как бы не так. И мы вновь плавно возвращаемся от игры за 300 рублей, в которой уже тестят сетевуху, к игре за полторы, две с половиной и пять тысяч рублей, в которой сетевой игры до сих пор нет. В общем, на чем же, собственно, все и спалилось. А на том, что где-то в каком-то интервью разработчики Tarkov взболтнули, что они работали над игрой Contract Wars. Но как-то над игрой Contract Wars работал же Absolute Soft. А если в команде произошел раскол, то почему отколовшаяся часть не придумала свою собственную вселенную с Blackjack'ом и военными компаниями? Почему Tarkov там, Tarkov здесь, Tarkov везде? Да, собственно, вот почему. Обратите внимание на пункт «Разработчик». Разработчиком числится некий Никита Буянов из Absolute Soft. Ну а на сайте ru.contractwars.viki.com можно удостовериться, что Никита Буянов это никто иной, как основатель Absolute Soft. А вот на сайте tarkovgame.ru в разделе видео под номером 622 интервью Никиты Буянова на Game Developers Conference 2016 он уже значится как глава Battlestate Games. Так вы говорите, что Battlestate Games и Absolute Soft это две разные студии, которые ничем кроме общей вселенной между собой не связаны? И мы снова возвращаемся на contractwars.viki.com Ссылку я, если не забуду, прикреплю где-нибудь под видео. Если забуду, вы уж в комментах напомните. И узнаем, что на самом деле Battlestate Games это материнская компания Absolute Soft. Вот это, кстати, тоже такой нюанс. Не дочерняя, а материнская. Там же, если вам интересно, можете почитать историю о том, как в 2008 году у Никиты Буянова появилась идея о создании вселенной игр, максимально реалистично описывающая гипотетическое будущее в нашем реальном мире. Тогда еще компания не существовала, сотрудников не было, а Никита работал в рекламной компании. Релиз игры Contract Wars состоялся 29 марта 2011 года, а последнее обновление было совершено 29 июня. Какого года не уточняется, видимо, текущего. 17 июня 2014 года разработчики планировали в будущем анонс большого проекта. Немного подробностей о проекте упомянул Никита Буянов на конференции DevGame. Здесь, видимо, речь идет о проекте Escape from Tarkov. 18 мая 2015 года разработчики отправили проект Contract Wars Stand Alone на голосование в Steam Greenlight. 23 мая сообщество дало игре зеленый свет. 27 мая Никита Буянов еще раз упомянул о неизвестном неанонсированном проекте на конференции DaveGame. А через полгода ровно практически был анонсирован Escape from Tarkov. То есть зачем-то, вернее, по какой-то причине Никита Буянов захотел разрабатывать сразу две игры. High Red Tops, он же Contract Wars Stand Alone и Escape from Tarkov практически параллельно. Да еще и общая вселенная и похожий сеттинг. И вот для того, чтобы сесть на два стула сразу, и была создана Battle State Games, которая стала для Absolute Soft материнской кампанией. То бишь, как бы основное, потому что Escape from Tarkov игра, она как бы дороже, чем High Red Tops, да, которая стоит 300 рублей. Tarkov многие купили за пятеру, поэтому, видимо, компания Battle State и стала материнской, не дочерней. Само собой, это всего лишь моя версия. И правду, наверное, знает только сам Никита Буянов и, возможно, какие-то разработчики. Но возникает несколько неудобных вопросов. Например, такой. Не развивается ли Escape from Tarkov такими вялыми темпами, потому что разработчик занимается двумя играми сразу? Ведь чисто теоретически, High Red Tops, как игра более простая, могла получить приоритет в плане разработки, чтобы её выпустить, начать на ней зарабатывать, а потом уже сидеть и ковырять свой Tarkov. И не утекли ли финансы, полученные с предпродаж Escape from Tarkov на доработку High Red Ops? В надежде на то, что High Red Ops начнёт продаваться, и мы на эти деньги сделаем Escape from Tarkov. Звучит вроде бы бредово, но это Россия. Тут бывает всё, да и случаи, собственно, бывают тоже всякие. Но факт остаётся фактом, High Red Ops и Escape from Tarkov это, по сути, две разные по цене версии одной и той же игры. Просто в Tarkov будет PvE и система лута. Ну и вроде как, по слухам, открытый мир. Кстати, насколько я помню, бета-версию Tarkov обещали в конце ноября текущего года. И многие сходятся во мнении, что её перенесут, а игроков так и будут дальше кормить скриншотами, вот, мол, мы графику сделали и прочими там микропатчами. Посмотрим, как будут идти дела у High Red Ops. Вот такая вот, в общем, информация к размышлению. Пишите, что думаете, что-нибудь там нажмите под видео, ну и всё такое.